приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзья мы уделим празднику и праздник это необычный праздник это праздник второго обретения иверской иконы божьей матери конечно же в этот день и чтят память великому ученика георгия победоноса но в этом видео мы уделим внимание именно празднику который мы все с вами будем отмечать 6 мая к праздник второго обретения иверской иконы божьей матери обязательно в этот день поговорим о том что нужно сделать что ни в коем случае нельзя делать а также уделим внимание молитвам и иконе и так 6 мая друзья вспоминается второе обретение чудотворного списка иверской иконы и вы знаете именно церковь отмечает 6 мая двойной праздник потому что в этот день второе обретение иверской иконы божьей матери и память георгия победоносца знаете иверская икона божьей матери является одной из самых почитаемых на афоне и по преданию ли где вы мария с младенцем был написан евангелистом лукой причем еще в первом веке во время земной жизни при святой богородицы во времена иконоборчество византии в девятом веке святой образ был сохранен одной благочестивой вдовой по преданию когда солдаты иконоборцы ворвались в дом к хранительнице то один из воинов пронзил компьем святой лик и оттуда потекла кровь потому на иверской иконе и богоматерь изображена сраной на лице если вы обращали на это внимание не чтобы защитить свое сокровище от императора вдова пришла на морской берег и с молитвой доверила святыню волнам через более чем сто лет икону нашли монахи у берегов иверского монастыря на афоне и признали богородицу своей небесной хранительницей святой образ хранится в надвратной церкви богородицы в иверском монастыре на афоне икону возможно вы слышали еще называют как привратница вратарица портатиса греческое слово для обозначения находящегося при вратах и иверскую икону богоматери считает чудотворной к ней обращаются к тех кто не может сам справиться с какими-то навалившимися болезнями страданиями другими невзгодами молитве верующие обращаются к богородице называя ее защитницы всех скорбящих и просят подарить излечение от болезни тело наполнить благодатью а душе дать облегчение поэтому в день иверской иконы пресвятой богородицы нельзя даже в мыслях желать зла окружающим запрещено в этот день ругаться и и злословить в этот день старались наши предки пораньше посетить храм и очиститься душой старались в этот день не ссориться не с домашними не со знакомыми не тем более с незнакомцами также в народе бытовало мнение что нужно не забыть совершить целительное омовение чтобы не ослабевать здоровьем и вы знаете иверская икона это один из самых удивительных образов богородицы по чудотворным проявлением как мы сказали иверскую икону еще называют вратарницы или привратницей и согласно преданию ее написал евангелист лукас подвижник апостола павла и если мы посмотрим то на иверской иконе изображена дева мария с богом младенцем божья матерь держит младенца на левой руке а правая рука протянута в молитве к спасителю одновременно на него указывая лик спасителя чуть повернут богородицы которая слегка склонила голову к нему и вы знаете главным признаком иверской иконы является кровоточащая рана на правой щеке божьей матери которая согласно и преданию была нанесена иконоборцами как мы уже сказали ранее иверская икона это один из самых удивительных образов по чудотворным и проявлением выражающих самые разные действия богородицы земных пределах от всех напастей причинами которых являются как человеческие пороки так и даже природные катаклизмы поэтому вы можете этой иконе помолиться 6 мая прося направить например вас на правильный путь образ помогает людям которые покаялись в своих грехах родственники могут просить у нее помощи и своим родным конечно же киверской иконе божьей матери вы можете а брать обращаться об избавлении от разных болезней в и утешение в бедах об умножении плодородия земли избавление от скорби и печали а также при разных трудных ситуациях считается что иверская икона божьей матери это одна из тех икон что должна быть в каждом доме и вешать иверскую икону божьей матери нужно возле входа в дом и перед и иверской иконой божьей матери молиться об удачном замужестве об утешении в любой беде для того чтобы небеса послали здоровья также молятся и иверской коне божьей матери чтобы божья матерь защитила от пожара и иных катаклизмов для того чтобы высшие силы помогли найти истинный путь тому кто молится и тому о ком молятся а также молятся о плодородии также вы можете обращаться с молитвами к иверской коне божьей матери во всех случаях когда вам тяжело на сердце когда вам тяжело не зависимости от причин и повода как мы уже сказали это иконы еще называется вратарницы потому что перед ней молятся все те кто желает пройти мыторство чтобы дьявол не искушал и не испытывал именно это иконы является во всех случаях земной жизни человека помощницы поэтому нельзя сказать что ей нужно молиться только при каком-то определенном виде болезни или желание именно иверская икона божьей матери она помогает всем и вся конечно же многие задаются вопросом а что же нельзя делать 6 мая в день иверской иконы божьей матери вы знаете наши народные традиции связаны в этот день с чистотой и чистоплотностью и в старину в этот день принято было чинить и приводить в порядок баню и банные принадлежности конечно же мы с вами сейчас современные люди и как правило живем в городах но все же помимо в этот день помимо а традиционных молитв для очищения души просьбы вы можете принять ванну для очищения тела а вот работать по дому особенно беременным женщинам в этот праздник не принято также запрещается заниматься рукоделием и все что с этим связано также в этот день нельзя париться в бане в одиночестве нельзя купаться после захода солнце также не носите одежду черного цвета ни в коем случае и нельзя лениться ссориться сквернословить и ни в коем случае не доверяйтесь сегодня мало знакомым людям даже просто вести с ним беседы не нужно чтобы не сглазили и не обманули также друзья в этот день вы можете обратиться с молитвой к иверской иконе божией матери которая звучит следующим образом пресвятая богородица прими молитву искреннюю из уст наших да не оставь без своего покровительства исцели недуги наши как душевные так и телесные залечи раны нашей не оставь нас беспомощных в тебе нуждающихся аминь конечно друзья вы в этот день можете пойти в храм церковь обязательно поставьте свечку возможно у вас есть какие-то свои просьбы свои пожелания говорите от чистого сердца не бойтесь высшие силы божья мать всех услышит и всем поможет главное чтобы это было искренне и не причиняла больше никому вреда мы всех поздравляем с праздником друзья с праздником второго обретения иверской иконы божьей матери всем желаем мира любви гармонии достатка благополучия с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал у нас на канале очень много полезной важной нужно интересной информации также обязательно друзья ставьте лайк обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео и прямо сейчас друзья вы на экране видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте то видео которое на интуитивном уровне вам больше понравилось и смотрите знаете там очень много полезное важное нужно интересная информация там подсказки советы от высших сил и от вселенной для вас главная ваша задача их прочитать и понять